Сегодня у нас четвёртое июня. Мы вышли на пляж после какого-то небольшого перерыва. Идём пешком. Уже вечер. Но народу на пляже, как был... Сейчас покажем вам пляж в другую сторону. Вот мы идём. Идём на пляже никого. В пляже совершенно никого нет. Поэтому вот сами смотрите. Курортный сезон объявлен для своих. Но никто не торопится пока они к нам на наши золотые пески. Возьмём водичку. Тёплая. Возичка почти тёплая. Возичка почти тёплая. К сожалению, при записи у меня возникла проблема с ветрозащитой. А ветер был довольно сильный. Я вам расскажу, о чём Витя тут хочет сказать. Он говорит о том, что это лето и весна в Болгарии непривычно прохладные. И мы ещё ни разу не купались, несмотря на то, что уже начался июнь. Обычно где-то с конца мая мы уже начинаем купаться. Вот показался один вегон. А вот там находится чуть подальше его пассейн. Сейчас мы немножко отдохнём на этих троемся. Полежать немножко. Цена лежака 50%. Мы полежим, посмотрим на море. Так прикольненько. Лежим на лежачках. Вот Витя сидит. Где? Он сейчас нам расскажет о стоимости лежаков. А, ну да. Болгары в этом году хотят и всех европейских туристов пригласить к себе. Для этого стоимость оборудования на пляже кое-где вообще бесплатно. А у нас-то золотые в песках. По-моему, 50%. То есть, если народ приедет, то он будет приятно удивлён. Как здесь можно дёшево полежать на лежачке, под зонтиком. Ну, в общем, приезжайте. А вообще-то нет, не надо. Вы что, хотите, чтобы у нас было как в Греции? Там тоже приехали. Нет, мы хотим, чтобы у нас было как в Болгарии. Никаких больных, много туристов. Но это нужно болгарам, нам не надо. Но и мы довольны своей жизнью. Мы пробегаем. Да, но, видимо, других не будет. Решил принять мир против коронавируса. И одевают мне перчатку на ногу. Так вот, практически подошли. Ой, супер. Практически есть. Противокоронавирусный вариант хождения по пляжам. Особенно на ногах. Это важно. Да. А это очень важно. Вот это пляж Адмирала. И ваше перспектива пляжа. А другая сторона пляжа. Там еще пока даже лежачков нет. Вот бассейн гостиницы Адмирал. Он уже с воды. Зонтики стоят. Тут серьезно ждут гостей. Годины в Адмирале еще не работают. Но банкомат уже функционирует давно. Сегодня здесь гуляем только мы. Пока никого нет. Хотя, отель Адмирал готовится к приему посетителей кафе. И скоро здесь можно будет прекрасненько попить кофе. А может и сейчас можно. Может быть даже и сейчас можно. А здесь смотрите, как красиво сделали. Вот эта клумба с желтыми цветочками. Просто прелесть. Прямо в кафе. Супер идея. Пальмы. Правда, тут они у нас в горшочках. Тишина выросла. Да, шла. Вот розы. Продолжает цвести. Некоторые уже облетели. Тут. Там еще. А там еще больше. Ах, какой аромат роз. Аромат специфический. Очень красивые розы здесь. И они будут цвести и цвести. Одни отцветают, другие цветут снова. И такой аромат. Просто сказка. Какой я нашла экспозицию. Ну, это кто-то сделал из чего? Я даже не понимаю. Из Абелина. Да ладно, Из Абелина. Кто это? Что это сделал? Здесь новая статуя. Мы слепили из того, что были. Всегда проходят танцы живота. У нас проходят? Да, и здесь танцуют не только женщины, но и мужчины. Очень красиво танцуют. Никого нету. И признаков жизни что-то я здесь не вижу. Ну, вот. Это все, что мы можем вам показать пока. Везде пусто. Ну, сегодня 4 июня. В прошлом году здесь было полно народу в это время. Ну, сейчас вот так вот. Все пока. Все пока вот в таком состоянии. Примерно. По-моему, тоже не функционирует. Эмирал. Готов к приему гостей. Все красиво, чисто и убрано. Вот так продается у нас недвижимость. Развешивают такие объявления. Вот здесь прямо цена указана. За студию 52 тысячи евро. Это, в общем, недорого. С видом на море, на первой линии. 65 метров квадратно. Вот это такая скульптурка. Очень веселая. Аптека, кстати, не работает. Скульптурки скучают на месте. А магазины закрыты. Бар работает. Ресторан называется «Черная жемчужина». «Черная жемчужина». «Черная жемчужина». Но еще пока не работает. Его недавно реставрировали. Я думаю, что он откроется. Магазины закрыты. Сегодня, правда, будний день. Может быть, выходные. Все будет снова открыто. Но пока нет. Вот здесь готовится к открытию магазина. Это видно. Скоро откроют. Думаю, выходные уже будут работать. Да, вот этот кораблик пора обновлять. Но зато вот лежит, загорает человек. И будет загорать долго. И счастливо. Творчество местных художников. Рыба называется. Тут есть еще у нас скульптура. Называется «Железный человек». Вот такой весь товар. Тоже не работает. Как видите, везде песок. А мог бы работать. Но не работает. А вот это кафе при отеле «Лилия» уже явно готово к работе. Осталось только расчехлить зонтики. Конкуренты, напротив, тоже не дремлют. И тоже готовы к открытию. Вот мы и закончили нашу вечернюю прогулку. Приглашаем всех к нам в гости в Болгарию к черному тепленькому морю, яркому солнцу и розу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова